Уважаемые зрители, приветствуем вас в этот вечер после прошедшей волнующей недели. За прошедшую неделю мы получили два ободряющих сообщения, которые мы не хотели бы от вас утаить. Первая новость касается ситуации в Восточной Украине. Возможно ли, что пришедшие к власти посредством переворота новое правительство, а также США и Евросоюз, как-то по-другому представляли себе ход событий в Украине во время кризиса? Отметим, что сомнением народа здесь, по-видимому, никто не считался. Напомню, прошедший понедельник, 7 апреля, пророссийские демонстранты заняли в Донецке и Харькове здания местных органов власти и воздрузили на крышах российские флаги. В Донецке они основали Народный совет, который объявил референдум о присоединении к России. Министр внутренних дел Аваков пригрозил разогнать акции протеста в течение 48 часов. Если потребуется, и с применением оружия. Для этого в регионы были отправлены спецподразделения, но план провалился. В пятницу 11 апреля стало известно, что руководители украинского спецподразделения «Альфа» отказались выполнять приказы из Киева о штурме административных зданий в Донецке и Луганске. «Мы будем действовать исключительно в рамках закона. Наши подразделения были созданы для освобождения заложников и борьбы с терроризмом». Так местные СМИ цитировали высказывания одного из руководителей «Альфа». Также сотрудники спецназа, бывший «Биркут», которые прибыли в Донецк на переговоры с пророссийским населением, поддержали требования протестующих и также отказались выполнять приказы Киева. Отказы спецподразделений — это как раз первое ощущение того, чего мы все хотим. Представьте себе, объявят войну, и никто не придёт. Вторая хорошая новость об успехе движения просвещения. Клягимауэр ТВ и другие просветительные платформы вскоре после трагичных событий на Майдане опровергли распространённый тезис основных СМИ о том, что снайперы были наняты правительством Януковича. Миллионы зрителей смотрели наши передачи. Теперь и немецкий телеканал ARD в своей передаче «Монитор» от 10 апреля выражает сомнения относительно официальной версии. В этой передаче высказываются мнения, которые возлагают вину за произошедшее и ответственность за кровавую бойню на оппозицию и вместе с ней на нынешнее правительство Украины. В подтверждение этих высказываний в программе «Монитор» вы можете увидеть в качестве доказательств фото, которые вы, уважаемые зрители, несколько недель назад уже видели на канале Клягимауэр ТВ. Совершенно очевидно, что на СМИ оказала влияние общая просветительская работа. Чтобы не потерять последнюю правдоподобность, они теперь хотя бы в ночных передачах сообщают об этой лжи СМИ. Дорогие зрители, это еще раз показывает нам, насколько важны ежедневные и актуальные голоса против. То, что «Монитор» спустя недели по капле выдает как просвещение, было правдоподобно и доступно засвидетельствовано как голос против вскоре после событий на Майдане. Кроме того, протест населения Восточной Украины не может больше игнорироваться миром, а новое правительство больше не может позволить себе второго Майдана. Итак, не будем уставать, голосом против создавать перевес другой чаши весов. Даже если США в качестве угрозы послали в Черное море эсминец Дональд Кук, то все большее всему миру становится очевидно, что они и здесь играют нечистую игру. Большая часть населения, а также часть спецподразделений это поняли. Давайте позаботимся о том, чтобы многие люди также узнали об этом. И повсюду стало реальностью высказывания. Представьте себе, объявят войну и никто не придет. Спасибо, что вы были с нами и до завтра. Продолжение следует...